ЗВОНОК В ДВЕРЬ Утренний выпуск новостей в эфире в студии Яна Чпахина. Здравствуйте. Пожар в жилом доме и от судебных приставов страдают нижнекамцы, давно вернувшие долги. Об этом в выпуске. Этой ночью произошел пожар в доме Бакеур-Манча-9. Горела квартира в седьмом подъезде на шестом этаже. На месте работали три пожарных расчета. Жители дома говорят о том, что пожарная техника с трудом пробиралась к месту происшествия из-за огромного количества припаркованных автомобилей. Примерно в половине 12 ночи жители седьмого подъезда эвакуировали. Дверь квартиры, откуда валил дым, пришлось скрывать. По словам очевидцев, когда пожарные смогли попасть внутрь, они обнаружили мужчину без признаков жизни. Судебные приставы решили наказывать нижнекамцев по полной программе. Бесконечные очереди, ужасная давка и неразбериха с документами. Люди месяцами вынуждены доказывать, что долгов у них больше нет. Арестованные без разбора счета, будь то пенсионные, субсидийные или заработные, оставили многих без средств к существованию. Однако приставы в сложившейся ситуации сохраняют полное спокойствие. Изменится ли что-нибудь в ближайшее время, расскажем в вечернем выпуске. Финал «Смотр строя и песни» прошел в Нижнекамске. Точность выполнения команд, маршировка в колонии, четкость сдачи рапорта, выразительное исполнение песен. Это лишь часть требований, которые жюри предъявляло финалистам «Смотр строя и песни». Конкурс традиционный, но в этом году особенный. Посвященный 50-летию города, он собрал огромное количество участников, более 20 тысяч школьников и 200 студентов. В финал вышло 16 заводов, среди которых 3 женских и 3 из них учащихся младших классов. Три очка в копилку. Хоккейный нефтехимик сломил сопротивление тольяттинцев. В одном из последних матчей за выход в зону плей-офф подопечные Евгения Попихина сыграли против команды «Лада». Третья минута игры ознаменовалась запятой шайбой. Игорь Волков вывел химиков вперед. Вскоре Секстен, открыв отрыв, увеличил. К перерыву «Лада» сравняла 2-2. В следующем игровом отрезке Секстен оформил дубль, а спустя 5 минут Миловзоров сделал счет 4-2. В следующем периоде тольяттинцы сократили разрыв. Богдан Якимов провел в ворота соперников две шайбы. Итог встречи 6-3 в пользу нефтехимика. О погоде в Нижнекамске сейчас минус 2 градуса. Пасмурно очередное сообщение о заложенной на заправке бомбе поступило в Нижнекамское УВД. И буквально несколько минут назад пришло сообщение о серьезной аварии на трассе набережной Челны-Заинск перед поворотом на Нижнекамск. Возможно, есть погибшие. Подробности сейчас выясняет наш корреспондент. Оставайтесь на нашем канале. Субтитры подогнал «Симон»!